Характерный запах коричневой развода и полчища мёртвых красей. Компанию им составил навеки уснувший карп. Солдатское озеро в Поливно в этом году приболело. Тревожные звоночки начали поступать в холода. Несколько месяцев назад лёд стал жёлтым. Начали обнаруживать зимой то, что сточные воды попадают в этот водоём. Ну и обнаружили пару дней назад, что мёртвая рыба. Замора здесь быть не может, так как пруд подпитывается родниковой водой. Из ручья пруд проточный. И то, что льдом придавил рыбу, в эти сказки я, конечно, не верю. Местные жители посёлка и владельцы дач всегда приходили на озеро отдохнуть и порыбачить. Особо не купались, потому что вода в водоёме холодная, родниковая. Ещё год назад в окрестностях жили и размножались птицы и животные. Вадим Исаев приезжает отдыхать на дачу в СНТ «Гвардеец». Раньше его собака Альма была не прочь окунуться в прохладные воды. Но теперь Альма к воде не подходит. Брезгует, уверен хозяин. Здесь вот бобры водили у нас, водились, деревья здоровые валили, утки, цапли были. А сейчас ничего нету. Утки полетали и улетели. Больше их и не видели. Больше тут уток нет у нас. Но я её не пускаю к озеру. Вот она сама не лезет сюда. А так вланизм стоит уже. На место выехали сотрудники Симбирского референтного центра ветеринарии и безопасности продовольствия. Лаборант в защитном костюме забрала пробы воды. Рыбу тоже прихватили в лабораторию. По этим образцам будет проведено исследование. Далее независимую оценку дадут специалисты инспекции по ветеринарии и безопасности продовольствия. Экспертиза проводится в течение 10 дней. То есть после этого времени будет понятно, что на самом деле произошло. По данным управления рыбнадзора, в озере погибло более тонны рыбы. Результаты экспертизы будут позже. Информация от местных жителей уже поступила. Всему виной коммунальные отходы, уверен местный активист Игорь Черенков. Каловая атака на озеро начинается с коллекторов на дороге близ Поливны. Осенизаторские машины сливают свой груз из частного сектора северного района города в колодцы. Хотя местная канализация может потянуть только поселковые отходы. Так считает председатель СНТ «Гвардеец». Стоит насосная станция у них здесь. Она рассчитана только на Поливну, которая оттуда качает фекалии. Никак не рассчитана на эти машины. У них насосы все старые. С момента того, что колодцы встают, насосы не справляются, фекалии вытекают из колодца. Как видите, вот они протекают здесь, попадают к нам на участок, потом в ливневку. Ливневка сделана в 60-х годах. Специально для того, чтобы с леса, когда весной сталые воды стекали, они попадали там в ручей. И по этой сейчас ливневке стекают все фекалии в ручей и попадают в то озеро, где вы только сейчас были. В то время, когда в Ульяновске существовало танковое училище, на озере в Поливном проводили учения. Курсанты преодолевали водные преграды на танках. Теперь жители поселка проходят полосу препятствий с обращениями в Горводоканал и прокуратуру. Представители городских властей и Горводоканала не торопятся комментировать ситуацию. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.